Игорь, оцени, пожалуйста, спортивную, медийную составляющую. Как тебе Винлига? Мне вообще супер. Я первый раз. Я первый раз. Пам! Десять из десяти. Десять из десяти. Считаешь, по какому пути должны развиваться подобные проекты? В какую сторону? Я считаю, что мы все должны еще играть. Не только сидеть, но играть. Я прямо вот сижу, я хочу выбегать, играть, бросать. Единственное, они все здоровые, но мы разберем. Винлига. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором полуфинале был идеальный баланс. Все было, и шоу, и баскетбол. Второй полуфинал получился позрелищнее, чем первый. Но вот если все будет, как второй полуфинал, идеально. Изменилось ли твое отношение к баскетболу и в какую сторону? А после просмотра этого, да нет, конечно. Я любил баскетбол, я люблю баскетбол, всегда буду любить. Это классная игра, смотрите баскетбол. Скоро мы узнаем имя чемпиона. И с каким общеизвестным трофеем ты бы сравнил трофею в Винлиге? О, с каким общеизвестным? С чем больше в сторону Оскара или в каком-то спортивном? Блин, я не знаю. Грэмми тогда, я не знаю. С каким? Не знаю. Просто это лучшая медийная баскетбольная команда страны. Вот и все. Кто твой фаворит в финале? Так, Дизель Комета, да? Кто мой фаворит в финале? Шторм, Шторм. А, Шторм, да, точно, Шторм же победил. Видите, как я внимательно смотрел второй полуфинал. Шторм Комета, Шторм Комета. Клава Ильяна, Шторм Комета. Нельзя такой выбор ставить. Просто подвохом, да. Да, да, да. Я думаю, победит «Титан». Шторм Комета, Шторм Комета. Очень классно и мне понравилась непредсказуемость. Действительно, команда, которая была заявлена первым нормальным драфтом, вообще не попала в плей-офф. Команда «Аутсайдер», «Золушка», «Комета». С самого начала я думал, блин, ну они вообще никуда не попадут. Они играют в финале и очень здорово играют до овертайма. И очень-очень интересно смотреть, как раскрываются звездные владельцы по ходу игры. Сначала вроде, ну, мы не понимаем. И потом я смотрю, Амиран сидит, у него мокрые ладони. Он говорит, я так переживаю, я не понимаю, что, куда. Это Клава Кока, которая вовлечена на съезд 100. Поэтому я поздравляю всех болельщиков. Я думаю, что это великолепный баскетбол, великолепный успех в плане формата и в плане игровой составляющей. Поэтому я уверен, что сезон второй нас ждет. Я сначала такой был важный немного, типа, а-ля, у меня там такая карьера была неплохая. Кубки поднимал, медали надевал. Вот, и что тут за Винлига? Но ощущения прикольные. Практически сопоставимые с крупным международным соревнованием в майке сборной России. Не буду сравнить. Скажу, что реально здесь получил гамму эмоций. И что на удивление, что если команда была довольно разрознена в начале, то удивительно, как она склеилась. И результаты все лишь вытекающие из того, что было внутри. Честно говоря, волнительно было. Волнительно было всем командам, это чувствовалось. Это первый сезон такой. Ну, первый сезон. Мы только узнаем все вот это. Знакомимся с какими-то людьми. Знакомимся, в принципе, с проектом. Сейчас, когда выиграли, конечно, я очень рад, доволен, на самом деле, опустошом. Я слышал, были раздумья по поводу добора игроков. Ну, я так, на самом деле, относился к этому двояка. То есть, с одной стороны, я вылетел. То есть, все, уже мое выступление закончилось. С другой стороны, продолжать выступление хочется, если есть такая возможность. Поэтому, ну, в целом, я рад, конечно, что удалось поиграть, а не посмотреть Финал 4. Я просто кайфую от того, что появляются такие проекты, тем более, что сейчас у нас нет международных турниров, ну, таких полноценных. Поэтому все эти проекты – это такой глоток свежего воздуха, и я с удовольствием принимаю участие во всем, в чем могу. Судя по комментариям, я равнодушным не оставляю никого. Там либо меня засирают очень сильно, либо там пишут какие-то положительные комментарии. Огромное количество болельщиков, тем более молодых болельщиков, которые следят не обязательно за баскетболом, а следят за звездами, за, скажем так, опинион-мейкерами, да, людьми, которые создают общественное мнение и показывают себя в других сферах. Конечно же, баскетбола этого не хватает, и, собственно говоря, поэтому такие форматы очень ценны. Я уверен, что благодаря этим ребятам, сегодня нашим владельцам, многие из подрастающего поколения, не зная толком баскетбола, они через этих людей узнают баскетбол.